Итак, всем привет! Записываю видео по просьбе моих подписчиков. Как завести сервис Apple, причем неважно какая у вас система, Bixure, Monterey или Каталина, или что-нибудь еще. Значит, поехали. Первым делом мы проверяем наши интерфейсы. Для этого заходим в отчеты системы и интерфейсы, то есть сеть. Интернет должен быть интерфейс 0, а Wi-Fi интерфейс 1. У меня неверно, я просто беру сейчас и удаляю эти интерфейсы. Просто удаляю. Заходим в настройки, сеть и удаляем все. Далее открываем конфиг. Допустим, это наш конфиг. Мы монтируем EFI и открываем конфиг с помощью ClistEdit Pro. Открываем платформу инфо, здесь нужно заполнить только дженерик. То есть MLB, ROM, System Serial Number и номер жесткого диска. Давайте будем заполнять. Эти данные неверны. Они взяты из головы, просто чтобы вам показать. Серийный номер тоже буду вводить из головы, чтобы вам показать. То есть для видео. Чтобы получить MLB, ROM, приходим ко мне в Telegram канал, в сообщество. Пишем в общий чат. И я с вами свяжусь. То есть я вам отвечу и предоставлю эти данные. То есть мы берем ROM, скопировать, ставить. Берем MLB, скопировать, ставить. Берем серийный номер на Авито, то есть или Куфоре. То есть где продаются бывшие компьютеры Apple. Но берем серийный номер согласно вашей Mac модели. Берем, вводим серийный номер. Открываем сначала страничку проверки серийных номеров. Проверяем серийный номер на его валидность. Если он валидный, вводим, если нет, ищем следующий. Вводим серийный номер. Допустим, ввели. И вот генерируем номер жесткого диска. Открываем терминал, вставляем команду UUIDGEN. И вот это значение без пробелов аккуратненько копируем. И вставляем сюда. Все, конфиг мы отредактировали. То есть у нас есть серийный номер, MLB, ROM и номер жесткого диска. Сохраняем наш конфиг. Это нам ничего не надо. Идем переход в компьютер. Macintosh HD. Библиотеки. Preferences. То есть где они у нас? Давайте искать. System Configuration. Интерфейсы мы удалили. Вот Network Interfaces Please. Здесь у нас указаны наши сетевые интерфейсы. То есть EN1 это проводной интернет, а EN0 это Wi-Fi. Внешний Wi-Fi свисток. Мы можем его отредактировать, а можем удалить. Переместить в картину. Нажимаем. Я его удаляю. Он появится новый потом. Потом появится новый и все будет. Так же. Удалили. Все, теперь мы перезагружаем компьютер. Но необычным способом. Мы идем, запускаем эту утилитку. Я ее предоставлю тоже вместе с MLB-ROM. С оригинального Mac настоящего. И вводим пароль. И компьютер сам перезагрузится. Давайте введем пароль и перезагрузим компьютер. У меня уже все введено. Осталось только перезагрузить. Давайте перезагрузим и продолжим наш ролик. Итак, мы перезагрузили наш компьютер. Заходим в настройки. Сеть. Нажимаем на плюсик. Выбираем интернет. Создать. Создать. Так, теперь идем в информацию о системе. Проверим. Все, теперь все правильно. И теперь мы заходим в наши сервисы. То есть мы открываем настройки. Вот, войдите в учетную запись. Нажимаем вход. Пишем наш Apple ID. Вводим пароль. И вводим код проверки, который пришел в наше устройство. Вводим пароль от входа в систему. Вводим пароль с iPhone. Пятый кнопка. Жмем разрешить. И вам выскакивает такая штучка. Ваши устройства Apple. Если они у вас есть. Ваши Apple ID и номер телефона доступны для iMessage и FaceTime на новом компьютере Mac Вот и все, ребята Сейчас я зайду в iCloud, чтобы он все синхронизировал А он все синхронизирует Все сработало Так, теперь зайдем в сообщение Да, действительно все работает Включить текстовое сообщение с iPhone Включить сообщение в iCloud И все, пошла подгрузка сообщения Если мы зайдем в FaceTime Мы увидим, что он активирован То есть полностью активирован А также будет доступен после перезагрузки Рабочий стол в iCloud То есть все то, что сохраняли на рабочем столе, появится в iCloud Если данное видео было полезно и понравилось Ставим лайк, пишем комментарий Заходим в наш телеграм-канал Мы всем рады На этом все, до встречи